Миссия выполнена. Чувашские предприятия начали налаживать тесные контакты с зарубежными партнерами. В Министерстве экономического развития и торговли озвучили первые итоги презентации республики в турецком посольстве и в Крыму. Не прошло и недели, а турецкие предприниматели уже готовы заключать контракты с бизнесменами из Чуваши. К примеру, в одной из зарубежных компаний намерены реализовать крупный проект с чувашским предприятием по производству текстиля. Иностранные партнеры проявили интерес к агропромышленной отрасли. Не исключено, что на территории республики откроются турецкие заводы по переработке молока и фермы по разведению крупного рогатого скота. Две компании из зарубежа заинтересовались и базальтовыми технологиями для строительства домов, которые производятся в Чебоксарах. Напомню, что презентация чувашских предприятий в посольстве Турции состоялась на прошлой неделе. Свои возможности потенциальным партнерам представили 8 промышленных организаций Чувашский государственный университет. Начало сотрудничества положено, но участники встречи уверены, что в ближайшее время будут заключены новые контракты. Пошли конкретные контакты, люди увидели друг друга и люди хотят друг с другом разговаривать как минимум. Поэтому начало положено хорошее, конечно. Насколько эта презентация состоялась, покажет только время. Потому что презентации делаются не ради презентаций, а ради того, чтобы появились совместные проекты. Вот если через месяц, через полгода, через год мы снова встретимся и поймем, что эти проекты появились, людям интересно работать вместе и что они, работая вместе, делают больше, это означает, что мы на правильном пути. Презентация была многогранной и многосторонней, объяснила обо всех аспектах и представила весь потенциал Чувашской республики. Чувашские предприниматели уже планируют заключить контракты с бизнесменами из Крыма. Уже в ближайшее время в округе намерены подписать документы на поставку строительных материалов. На заводе по производству марочных мин в Севастополе проявили интерес к чебоксарским цистернам и танк-контейнерам. Из Чувашии в Крым, возможно, будут поставлять оборудование для школьных столовых, а студенты и преподаватели Севастопольского университета приедут на предприятие Чебоксарского электротехнического кластера на стажировку. Деловая миссия оказалась довольно продуктивной. В ее состав вошли представители 23 предприятий. Бизнесмены провели встречи со своими коллегами из Симферополя и Севастополя. Опросы охраны здоровья населения обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии. Речь шла о грантовой работе общественных организаций, о внедрении комплекса ГТО и о профиле здоровья столицы республики. Укрепление здоровья и повышение качества жизни населения республики – это и есть главная задача недавно созданной правительственной комиссии. Сегодня состоялось ее первое заседание. Председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Матурин отметил, что большая роль в охране здоровья принадлежит общественным организациям. В 2015 году женсовет Чувашии стал победителем открытого конкурса по выделению грантов от общероссийской общественной организации Лига здоровья наций. Проект «Ради жизни» получил финансовую поддержку в размере полтора миллиона рублей. Проект начинает с февраля свою работу. И в рамках проекта.